Сейчас я нон-стопом продолжаю снимать следующее видео о том, какой я слабый был в девятом классе и какие элементы я умел, когда я был слабый. Думаю, вам понравится. Это уже будет в следующем видео. А пока спасибо за просмотр. С вами был я, Алекс. Далее будет. И, ребят, вот так вот закончилось предыдущее видео. Сейчас вам хай, с вами я, Алекс. В этом ролике мы поговорим о том, какой я слабый был в школе в девятом классе. И вот сейчас я достаточно сильный. Вот так я выгляжу. Бум. Достаточно мощный. Скромно, да, звучит? Я умею достаточно сложные силовые воркауты, элементы, которые, ну, не каждый сумеет сделать. Я отжимаюсь на брусьях 108 раз за один подход. На турнике подтягиваюсь 40. Но так было не всегда. Вот как я выглядел в девятом классе. Бум. Чё за дрыж, да? В этом ролике я расскажу вам о том, как я вот с этого уровня, когда я был вот такой дритчар вообще тогда и сейчас. Как я вообще поднялся с того уровня, что я делал, какие элементы я умел. И сразу с вами ближе познакомимся. Думаю, уже пора. Почти 100 тысяч подписчиков на канале. Поговорим о том, какой я был тогда, какой я стал сейчас. И немного ближе с вами познакомимся. О воркауте, обо мне и о моей жизни. Поехали. Реклама. И это скорее даже не реклама, а моя рекомендация. Посмотрите канал Александра Модина. Он делает потрясающие влоги с классным монтажом. Видно то, что он вкладывает душу в создание своих видео. Встает каждый день в 5 утра. Если ты давно хотел начать вставать раньше, то переходи по ссылочке в описании и подписывайся. В общем, я рекомендую. Давайте я начну мой рассказ с того, что в то время, это мне было сколько там, 13-14 лет. Это был 9 класс. Короче, я не мог отжаться от пола даже 5 раз. Был такой момент, урок физкультуры, там по указанию физрука, все ребята отжимаются, все отжались там по 20-30 раз. Я сжался 5. И то на 5 повторении я уже не мог отжаться от земли. И я уже, ну типа, если бы физрук меня не поднял, я бы просто рухнул на землю и не отжался 5 раз. То есть, мой максимум был 4 раза. Конечно, это был такой неприятный случай. В тот момент все ребята начали там ржать надо мной. Ну, обычное, знаете, дело в школе. И после данного случая, после такой негативной мотивации, я как раз и начал заниматься спортом. И потом я пошел на турник, начал подтягиваться. И на одной из перемен я увидел, как старшеклассники делают жесткие, максимально крутые, нереально офигенные элементы на турнике. В то время это был подъем, переворотом и выход на одну. Да, в то время мне казались эти элементы, он крутится на турнике, как он это делает, мать его. Это был подъем, переворотом. И первый элемент, который я начал учить, выход на одну. Ну, учил я его недели две примерно, но я бы его выучил быстрее, я просто учил его неправильно. В то время я просто брал, разбегался там с метров 10 к турнику и пытался подпрыгнуть. Это понятное дело неправильно. Вот примерно так я это делал. Все вы прекрасно понимаете, что так выход на одну не сделать никак, никогда. Never. Но, как это ни странно, даже с такой маленькой подготовкой, вот таким дрыщом элементы мне давались достаточно легко. После того, как я научился подъем, переворотом, я очень легко вот каждый последующий элемент учил. После этого я сразу же выучил там практически все элементы, которые я показывал Михаил Баратов в своих обучалках. Это было солнышко, крабик, офицерка, капитанский. Вот эти все банальные элементы. И мне понравилось, после того, как я начал заниматься спортом, я начал чувствовать уверенность в себе. Я почувствовал себя вот таким вот маленьким мужчинчиком, еще маленьким в то время. И это было прикольно. Это мне понравилось. И вот таким образом я начал заниматься спортом. Потом я как-то закинул элементы и начал подтягиваться, отжиматься на бросах и так далее. Буквально прошло несколько месяцев, там, возможно, максимум полгода. И я заметил, что я уже такой, достаточно подкачанный. Я думал, что это только мне кажется, но нет, не только я это заметил. На перемене один раз я зашел в класс без футболки, такой в маечке, на пампе после турничков. И моя одноклассница такая, о боже, смотрите, какие у Сани руки накачаны. Я такой, опа, опа. И начал усиленно тогда уже качаться. Конечно, тогда о правильных тренировках речи даже не шло. Я нашел вот такую вот, примерно, таблицу с отжиманиями. Отжимался каждый день, тренировался иногда по 5-6 часов. Понятное дело, это неправильно. На следующий день, например, когда у меня была жесткая крепатура, боль в мысах, я снова продолжал тренироваться. Тогда я услышал у друга, что если мышца болит, то значит, что она растет по 1 мм в день. Я тогда не знаю, как вообще мог в это поверить, но я в это верил. И добивался максимально, чтобы каждый день у меня мышцы болели. Но, как ни странно, такие максимально бездумные тренировки. С, конечно, максимально жестким питанием я старался кушать как можно больше. Дали свой результат. За месяц я поправился на 4 кг. Потом, конечно, я уже немного более разумно подошел к тренировкам. Начал заниматься с дополнительным весом. И буквально через 2-2,5 месяца отжимался на брусьях с плюс 32 кг. Около 15-16 раз. Это для того моего телосложения и возраста довольно так неплохо. Это было очень круто. И потом я решил пойти в зал. И буквально за 1 год занятий в зале я прибавил 10 кг практически сухих мыс. Это очень круто выглядело. Смотрите, какой я вот наполненный был. Офигенно просто. И потом случилось то, что вот мои старые подписчики, которые меня давно смотрят, уже знают проблемы со здоровьем. Я перестал практически вообще заниматься спортом. Это было грустно. И я 3 года вообще не занимался спортом. И после этого всего, после там нескольких лет, как я уже вообще не занимался спортом, я создал свой ютуб канал. Начал снимать ролики для вас и начал учить элементы. В первом ролике своем о воркауте, о турниках я показал элементы, которые я умею. А для всех следующих сборок элементов я учил элементы на ходу. То есть в то время я вообще уже не умел никаких элементов. То есть все эти элементы, которые вы сейчас видите на моем канале, я выучил буквально там за несколько месяцев. Чисто ради видосов, чисто ради вас. Думаю, вы это оцените. Это круто. И мне это понравилось. Я втянулся и начал учить, кроме этого, еще элементы. И начал заниматься воркаутом. И в данный момент на моем канале уже 83 900 подписчиков. На тот момент, когда я записываю это видео, возможно, когда вы смотрите, вас уже больше. Привет, ребята. Привет, новые подписчики. Привет, старые подписчики. Я максимально круто стараюсь над контентом. Вот, например, данный ролик я делаю уже четвертый день. Да, довольно жестко. Но я хочу, чтобы ролик вышел максимально крутым и он вам понравился. Достаточно давно я уже не читал комментарии с предыдущих роликов. Но сейчас давайте я зачитаю. Братишка пишет. Кто помнит, что было 2 года назад? Алекс снимал видео об элементах. Это интересно было смотреть. Сейчас он этого не делает и уже не интересно. Алекс уже не тот. Знаете, достаточно забавно читать этот комментарий. Учитывая то, что он оставил его под видео об элементах, о воркауте. Не, ну в принципе я согласен. Когда я начал снимать видео на YouTube 2 года назад, это было намного интереснее, намного качественнее. И вы только посмотрите на эту харизму. Это второй день моего эксперимента. Я пришел на трению здесь. Мои подписчики. И немного разомнусь и буду делать отжимания на брусьях. Вот это харизма, вот это, вот это голос вообще красавчик. Да, тогда я их снимал круто. И конечно будут выходить обучалки. Обучалки это святое, без обучалок никак на канале. Но их достаточно сложно снимать. И бывает такое, что их иногда вообще никто не смотрит. Там буквально я делаю обучалку несколько дней, по 3-4 дня. А посмотрит 10 тысяч человек. Ну это типа фигня. Это не оправдывает мои старания. Поэтому я придумал такой механизм. Например, сейчас я выпускаю обучалку. И как только на этой обучалке набирается 5000 лайков, сразу выходит новая обучалка. Сейчас я выпустил обучалку о солнышке. Кто не смотрел, посмотрите. И как только на ней наберется 5000 лайков, выходит новая обучалка. Думаю, так будет справедливо. Мои старания будут оправдываться. И если хотите, ребятки, обучалки, то просто поддерживайте их всегда лайками. У нас почти 100 тысяч на канале. И нужно искать способы, чтобы добить эти 100 тысяч как можно быстрее. Думаю, вы мне в этом тоже поможете. Если не подписаны, то подпишитесь. Если подписаны, то просто скинете этот ролик своим друзьям. А я со своей стороны сейчас посмотрите, что сделаю. У меня есть вот такие стикеры и ручка, на которых я напишу. Скажите, пожалуйста, я один, когда идет реально дождь, забывая взять зонт. А когда дождя нет, я хожу вот с таким вот зонтом. Обидно. Друзья, здесь у нас турники под дождем мокнут. Но я на них пока что не могу заниматься. Нам нужно бежать, пока мы полностью не промокли. Знаете, самый кайф, когда еще под дождем ты попадешь на светлофор и должен стоять и мокнуть, ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, я только начал расклеивать эти все листовки, эти все стикеры. Как уже братишка отметил меня в инстаграме, в истории, он нашел это дело. Братишка красавчик. Друзья, у нас остался последний стикер. Сейчас у нас задание любому прохожему его заклеить на плечи. Да, это не культурно, но зато это будет контент для вас. Давайте найдем какого-то прохожего. Упало, упало. Надеюсь, это все-таки хоть немного поможет, но все же я надеюсь и на вас. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Если не подписаны, подпишитесь. Оставьте там несколько комментариев, будет приятно, и это поднимет видео. Спасибо большое. Ребята, сейчас так же, как и в каждом практически видео, в последних роликах я выбираю еду, потому что я на массе набираю. Берем кубливодики, спагетти. Не буду фирму показывать. Еще нам нужен фарш. Ребят, снова everyday, every video. Закупились на массу. Ее дочь нам это не помеха. Вот видите, все люди с зонтами ходят. Нам похуй. Ребят, вообще, не слушайте его. Спасибо огромное вам за просмотр, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам нравятся такие влоги. Если вам нравятся влоги, и вы просто хотите мне помочь, просто репостните этот ролик в свои соцсети, скиньте его своим друзьям, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны, подпишитесь на канал. До 100 тысяч осталось столько. Субтитры сделал DimaTorzok